Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск День за днём в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. Ловись рыбка большая и маленькая. В Десногорске прошли соревнования по спортивной рыбалке. Рыбаков очень много, фидеры очень любят, но как-то все, скажем так, втихаря, потихонечку, там ловят, ходят, а теперь надо развивать. Сводка криминальных происшествий за неделю. В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 122 сообщения и заявления. Совместная экологическая акция волонтёров и ветеранов Смоленской станции. Им будет приятно через 10-20 лет увидеть труды своих рук, как вырастут здесь большие ели, русские красавицы. Законопроект об индексации пенсий и зарплат военной готовится пройти второе чтение в Госдуме. Необходимость этого объясняют тем, что выплаты этой категории граждан растут медленнее, чем пенсии обычных россиян. Это привело к тому, что в последнее время пенсии рядовых и сержантов можно сравнивать с пенсиями гражданских пенсионеров. Недоиндексация на данный момент оценивается в среднем в 20%. Если предложения будут поддержаны Госдумой, действующим военнослужащим повысят зарплаты на 4,3%, а военным пенсионерам увеличат доход на 6,3%. Индексацию предлагают провести с 1 января 2020 года. В прошедшие выходные на набережной Десногорского водохранилища состоялись соревнования по ловле рыбы на донную удочку. Это экзотическое для города состязание, в котором участвовали не профессиональные спортсмены, а любители рыболовы. В тонкостях донной ловли разбирался Виталий Волков. Ловля на донную удочку, или как ее еще называют фидер, это тихий, спокойный и где-то даже философский метод рыбалки. Он является одним из древнейших и эффективных способов ловли рыбы на значительном расстоянии от берега. В Десногорске ловля на фидер все больше набирает популярность, а местное водохранилище как нельзя лучше подходит для такого рода рыбалки. Соревнования были организованы при поддержке администрации города. Всего в них приняли участие 44 рыбака из Десногорска, Смоленска и Брянска. Для того, чтобы войти в состав участников, необходимо было заявиться команде из двух человек. Спортсменам-рыболовам были обозначены три зоны лова, и на протяжении шести часов они демонстрировали свое мастерство. На соревнованиях присутствовали и зрители, которые с интересом наблюдали за увлекательным процессом. Все участники отметили хорошую организацию соревнований и выразили надежду, что такие мероприятия будут проводиться чаще. Рыбаков очень много, фидеры очень любят, но как-то все, скажем так, втихаря, потихонечку, там ловят ходят, а теперь надо развивать спорт, чтобы больше людей привлекать. Это интересно, новые знакомства, новые люди, новые города. Общий вес трофеев участников соревнований составил свыше 65 килограммов. На условном пятистале почета компанию команде «Дунаев-Смоленск» составили рыбаки команды «Дунаев-Смоленск-1», занявшие второе место, и колываны, ставшие третьими. Победители и призеры получили медали, грамоты и призы. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Есна-ТВ. Минздрав утвердил новые правила прохождения водительских медицинских комиссий. Теперь будущих водителей и тех, кто возвращает права после лишения, ждет обязательный тест на содержание в крови карбогидродефицитного трансферина, маркера, указывающего на хронический алкоголизм. Его норма в крови составляет до 1,2%. Превысить его можно, если ежедневно выпивать, например, бутылку вина в течение двух недель. В этом случае водителя направят в наркодиспансер для более детального обследования. Новый закон уже подписан и находится на регистрации. Однако скептики считают, что проблему пьющих это не решит. Новые меры только приведут к удорожанию медсправок, а также к активизации фирм, которые торгуют поддельными документами. О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску Сергей Чулков. В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 122 сообщения и заявления. При шесть преступлений, из них раскрыто три. Нераскрыто осталось два преступления. Телесных повреждений – семь. ДТП с техническими повреждениями – шесть. Смерть некриминального характера – шесть. Прочие – восемьдесят восемь. Раскрыто ранее совершенное преступление. Выявлено 85 административных правонарушений, из которых 69 – за нарушение правил дорожного движения, в том числе 11 – антиалкогольные статьи. Преступление террористической направленности не допущено и не выявлено. Продать люксовую иномарку и резиденцию в Гнездове, чтобы помочь здравоохранению региона – эти намерения губернатора Смоленщины Алексея Островского начинают реализовываться на практике. Так, недвижимость уже лишена статуса специального объекта, а профильная организация готовится к оценке земельного имущественного участка. Здание было введено в эксплуатацию в 1959 году Министерством обороны СССР. А в 2007 году жилой комплекс был передан в аренду администрации города, а восемь лет назад – в областную собственность. Пока неизвестно, в какую сумму будет оценен объект, но понятно, на что пойдут вырученные средства. В первую очередь их направят на потребности центральной районной больницы. Провести последние теплые дни на свежем воздухе решили школьники-ветераны Смоленской атомной электростанции. Совместными усилиями граждане провели экологическую акцию, результаты которой будут радовать многие и многие годы. Подробности далее. Десногорск – знаменит не только Смоленской атомной электростанцией. Город на Десне – еще и прекрасный образец настоящей русской природы. Многие туристы преодолевают сотни километров, чтобы насладиться чистым воздухом и прогуляться по густым лесам. Любят свой родной город и местные жители. 14 октября некоторые из них решили оставить свой значимый зеленый след на карте муниципалитета. Этот лес 40 лет назад молодежь Смоленская, Сверубав, мы из них делали парковую зону. Здесь мы во время субботника гоняли зайцев, еще города не было. И вот уже лес состарился, надо сажать замещение. Волонтеры трех Десногорских школ, работающие молодежь и ветераны Смоленской АЭС провели экологическую акцию в городском парке рядом с местной администрацией. 150 саженцев фойных деревьев уже нашли свое место в сквере. И, конечно, любое дело, даже доброе, должно быть под контролем специалистов. Силами благоустройства и совместность лесничества была организована помощь волонтерам и школьникам. Это подготовили лопаты, подготовили колышки, веренки для подвязки этих деревьев. Ну и, конечно, сейчас мы укажем места, где надо просадить. Благодаря слаженным и дружным действиям, через несколько лет обновленный городской парк будет и дальше радовать горожан и местных жителей. Тогда наверняка многие из этих школьников вспомнят этот погожий осенний день, когда свой родной город удалось сделать еще чуточку лучше. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. 12 октября в Смоленской области прошли сельскохозяйственные ярмарки. Помимо областного центра, в масштабном мероприятии приняли участие более 20 районов области. Так, в Десногорске у Центральной библиотеки в субботу можно было приобрести различные товары напрямую от производителя. Горожанам был представлен ассортимент мяса, птицы, сала, молочных продуктов. Также можно было приобрести овощи, различные сорта варенья и меда. Как и полагается, ярмарки были выступления и музыкальных коллективов. Праздничную атмосферу создавали «Десногорский плюс» и коллектив казачьей песни «Вольная станица». В конце выпуска о погоде. 15 октября в Десногорске переменная облачность, температура днем плюс 14, ночью плюс 10. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok